Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. 37 глава продолжает то повествование, начало которому содержится в 36 главе предыдущей. 36 глава рассказывает, напомню содержание предыдущей серии, рассказывает о том, как царь Ассирийский послал Рапсака своего полководца осадить Иерусалим. С ним этот Рапсак безуспешно провел переговоры с посланцами царя Язекии. И содержатся его пропагандистские речи к народу, в том числе, свидетелям, которые сидели на стенах, свидетелям этих переговоров. И вот в разодранных одеждах в конце предыдущей главы Элиаким, Севна и Иоах приходят к Язекии и пересказывают ему все слова Рапсака. 37 глава. Исайя, глава народа, отец народа, идет в дом Господень, покрытый вретищем в разодранных одеждах. И послал Элиакима, начальника дворца Исевну Песца и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сыну Амосову. Исайя, сын Амоса. Амос, так звали его отца. Не следует путать с именем пророка Амоса. Две буквы в этих именах у Амоса и у Амоса различаются. Но в синодальном переводе, получается, одинаково записаны они. Так вот, Исайя, именем которого написана книга пророка Исаии, которую мы читаем, он был, как известно, жителем Иерусалима. Был одним из вельмож этого города, имевший доступ в царский дворец. И он был пророком, и жена у него была пророчица. Так вот, посылает к нему царь Изякия посланников, царедворцев. И они, то есть Элиаким и Севна, сказали ему, то есть Исай, третий стих. Так говорит Изякия, день скорби и наказаний, посрамления день сей. Ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерни, а силы нет родить. Есть обычный библейский поэтический образ, когда человек испытывает муки. Эти муки метафорически сравниваются с муками матери, родильницы, которая не может разродиться никак. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рапсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого. И поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. Осажденный город, окруженный многотысячными войсками ассирийцев, хорошо вооруженными. Их 185, да может быть, даже больше было в тот момент. И такое положение Иерусалима, критическое, смертельное, ужасное, что только молитва пророка может помочь в этом положении, в этом состоянии. Ну, может быть, услышит Господь Бог твой слова Рапсака. Конечно же, Господь и так их слышал, но, видимо, они просят о молитве Исайи, о его заступничестве за царя и весь народ. «И пришли слуги царя языки к Исайи. И сказал им Исайя, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского». Здесь он говорит слова Божьи уже им, меня, то есть не Исайю, а Господа поносили. Прямая речь Господа, передаваемая через Исайю. «Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, а я поражу его мечом в земле его». «И возвратился Рапсак, и нашел царя Ассирийского, воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лохиса». Лохиш, временная ставка царя Ассирийского, и царь Ассирийский покинул Лохиш и пошел воевать против Ливны. Вот это Ливна, вассальный тоже город-государство, отложился, отошел, то есть перестал выплачивать дань, перестал считать себя вассалом, и за это удостоился того, что царь Ассирийский пошел на него войной. «И услышал он о Тиргаке, царе Эфиопском. Сказали, вот он вышел сразиться с тобой. Услышав это, он послал пословки Зикии, сказав, «Так скажите, Зикии, царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского». Ну вот и дальше. Здесь, дальше опять будут города, многие перечислятся. Здесь мы видим, что вся внешняя политика, международная вся политика, она в руках Божьих. Вот Господь ведь все это устроил так, чтобы спасти Иерусалим. Люди думают, что они сами устраивают свои дела, занимаются международной политикой, а на самом деле они под полным контролем и руководством Божьим. Господа Бога Израилева находятся. Вот этот самый Тергак в царе Феопский, Рапсак, Санхири в царе Сирийский, они все марионетки в руках Божьих. И Господь куда хочет, туда их и направляет, и какие хочет, такие мысли в сердце им и вкладывает. Читаем дальше. «Так скажите, Зикии, царю Иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского». Передаются их слова. «Вот ты слышал, что сделали царя Ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, ты ли уцелеешь?» «Хером» — заклятие, то есть когда город предается полному разрушению и истреблению. Военные обычаи того времени. «Боги народов, которые разорили отцы мои, спасли ли их Гозан и Харан и Рецеф и сынов Эдена, что в Фолоссаре?» Здесь все эти названия известны, за исключением последнего Фолоссар. Это «Телассар» в еврейском тексте, в библейском. Возможно, здесь имеется в виду, говорят некоторые комментаторы, «Тель-Ассар», который расположен в среднем течении реки Ефрат. В среднем течении реки Ефрат в Междуречье расположен «Тель-Ассар». И некоторые отождествляют «Телассар», который здесь в 37 главе Исаии, с тем самым населенным пунктом, который на берегу реки Ефрат. «Где царь Эмафа и царь Арпада и царь городов Сепарваима, Ены и Ивы?» Здесь к городам, которые перечислялись в предыдущей главе, добавляются еще некоторые топонимы. «И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господнем». Господь и так знает содержание этого письма, поэтому зачем его еще разворачивать пред лицом Господнем. Но вот этот жест показывает все отчаяние царя, все его тяжелое положение. Он пытается умолить, убедить Господа помочь. «И молился Езекия пред лицом Господнем и говорил, Господи, Саваоф Божий Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю». Молитва эта содержит исповедание единобожие. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри, и услышь слова Синнахирима, который послал поносить Тебя, Бога Живого. Правда, о Господи, царей сирийские опустошили все страны и земли их и побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их». В Иерусалиме, в времен Иезекии, не было идолов, не было изделий рук человеческих. Иезекия был великий святой царь, не без ошибок, конечно, но благочестивый пред Богом. И идолопоклонства во время его царствования не было в Иерусалиме. И поэтому он молится Господу и просит помочь. Мы же недолопоклонники. Помоги нам, Господи, кто кроме нас, кто кроме Тебя поможет нам? Защити свой народ. «И ныне, Господи Божий наш, спаси нас от руки Его», 20 стих, «и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Вот такое часто присутствует в молитвах, содержащихся в Священном Писании. Обращается молитвенник Господу, к Богу, с просьбой спасти, защитить, помочь. Для чего? Не только для нас самих, но чтобы все народы узнали, что Ты один, единственный Бог во всей Вселенной. Все остальные их божества, которым они поклоняются, это вообще не Боги, а выдумка человеческая, суета. Вот так молился Иезекия. Ну а дальше, 21 стих, мы читаем уже об Исайи. «И послал Исайя сына Мосса в Кизекии сказать, так говорит Господь Бог Израилев, о чем Ты молился мне против Синахирима, царя Ассирийского? Вот слово, которое Господь изрек о нем. Презрит Тебя, посмеется над Тобою девствующая дочь Сиона, покачаясь след Тебя головою дочь Иерусалима». Здесь Сион, Иерусалим, персонифицированы, персонифицируются и представляются в образе Девы, что очень часто для библейской поэзии. Женские образы используются или Дева, или Вдовица. Вот здесь Дева, девствующая дочь Сиона, то есть иудейский народ, Иерусалим, презрит Ассирийцев вместе с их царем и посмеется. Вот Рапсак смеялся над Иудеей, а Иудея посмеется над Ассирийцами. «Кого Ты порицал и поносил, и на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза Твои на святого Израилева? Рапсак хулил Господа, Бога Живого, поносил Его, и царь Ассирийский вместе с Ним, и все Ассирийцы гордо и надменно высоко поднимали глаза свои, возвышали голос не против иудеев, а против их Господа, против их Бога. За это они и поплатятся. «Через рабов Твоих Ты порицал Господа и сказал, со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана». Ливанское Нагорье имеется в виду горная гряда. «И срубил рослые кедры Его, отличные кипарисы Его, и пришел на самую вершину Его, в рощу сада Его». Хвастался так царь Ассирийский. «И откапывал Я и пил воду, и осушу ступнями ног Моих все реки египетские». Огромная дельта с множеством русел, речных, куда рвались ассирийские полчища, и хвастливо утверждали о том, что скоро и Египет перед ними падет. Непобедимыми себя считали ассирийцы. Господь их посоромит по молитве своего пророка. «Разве не слышал ты», продолжается речь Божия, через Исайю пророка, обращенная к ассирийскому царю, «разве не слышал ты, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин? Все, что делают ассирийцы, разрушая города, превращая их в груды развалин, все это Господь давно уже спланировал, все это давно Он задумал, сам Господь. Ассирийцы лишь осуществляют свои планы до тех пределов, до которых им позволяет это делать Господь. Господь попускает ассирийцам и ограничивает их тогда, когда Он единый владыка мира, когда Он это решает сделать. И никто не может воспрепятствовать воле Его святой, абсолютно суверенной божественной воли. И жители их сделались маломощны, трепещуты, остаются в стыде. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порос на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Вот такие образы, такие метафоры используются для обозначения жителей, покоренных ассирийцами городов. Они немощны и слабы, как трава, нежная зелень. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю, и дерзость твою против меня. Все знает Господь, знает дерзость ассирийского царя и его военачальника пред Ним. За твою дерзость против меня, за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, к которой ты пришел. Удивительно, здесь образ покорного животного, которое покорно своему наезднику. Узда, удила, кольцо в ноздри, быкам вкладывают кольца в нос, лошадям у дела, вкладывают в рот. И вот ассирийцы, они полностью покорны Богу, как домашнее животное. И вот, хотя они сами этого не осознают, но Господь им покажет свою власть над ними. И вот тебе, языкия, знамение. Теперь уже речь обращена к языкии, неко ассирийцам. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное. А на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И уцелевший в доме Иудинам остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Тема остатка, шаерит, очень важная тема для Исаии, особенно для тех глав, которые будут дальше, начиная с сороковой. И у других пророков тема остатка присутствует. Остаток спасется. И уцелевшие в доме Иудинам уподобляются корню некоего пня, который еще жив и который пускает росток. Остаток будет спасен. Спасен Господом. Остаток народа. И принесет плод вверху. То есть он будет развиваться этот остаток и возрастать. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенная от горы Сиона. Ревность Господа Саваофаса делает это. Тема остатка. Тема спасения. Господь спасает остаток народа своего. Остаток спасется. Спасутся пленные из Вавилона. Спасется здесь остаток, который в Иерусалиме. Ну и здесь, видимо, говорится еще и о будущем. О том, что остаток верных Господом спасется для Его Божьего Царства. Можно усмотреть здесь и эсхатологическую тему в этом 32 стихе 37 главы. «Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в этот город и не бросит туда стрелы и не приступит к нему со щитом и не насыплет против него вала». Все, что делают осаждающие город войска, Ассирийский царь не сделает. Господь не позволит ему стрелы пускать в город в осажденный Иерусалим, приступать со щитом, насыпать вал. Господь не позволит по той же дороге, по которой пришел, возвратиться, а в город сей не войдет, говорит Господь. «Я буду охранять город сей», прямая речь Господа, «чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Давид навсегда остается для пророков идеальным царем, царем по сердцу Господнему. И будущий грядущий избавитель, идеальный царь израильского народа, также называется Давидом у Иеремии, например, у Иезекииля, у тех пророков, которые будут после Исаии. И понятно, что Давид, Давид, раб Господень, он давно уже почил, кости его известны в гробнице, в граде Давида. А здесь под Давидом понимается идеальный потомок Давида, царь, который восстановит всю славу Давида Соломонова царства и даже больше. Но, может быть, здесь и конкретный Давид, Давид исторически имеется в виду, который уже умер, которому Господь клялся, как мы помним, клялся Господь и не раскается, не отступит от своей клятвы, потомки Твои вечно будут сидеть на престоле Моем. Евангелие Господа нашего Иисуса Христа с этого и начинается. Родословие сына Давидова, сына Аврааму. Очень важно для евангелистов будет настойчиво подчеркнуть, что Мессия, Христос, Иисус, он потомок Давида, обещанный. Обещанный Исаией, позднее Риме, Иезекиилем. Давид — это и есть Христос. Для евангелистов это очевидно, для всех читателей Нового Завета. Так Господь охранит город Иерусалим ради себя самого, ради Господа и ради Давида, своего раба. Не ради даже Иезекии, хотя он и благочестивый царь, не ради сидящих на стенах и слушающих вражескую пропаганду людей, а ради себя и ради Давида, своего раба. И вот как заслуги царя Давида влияют на судьбу города Иерусалима. «И вышел ангел Господень и поразил встание ассирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали поутру, и вот все тела мертвые». Произошло великое чудо. Мы о нем читаем в четвертой книге царств, и вот здесь у Исаии, в книге Исаии, мы вновь читаем об этом чуде. «Ангел Господень убивает». В четвертой книге царств добавлено еще «в ту же ночь». В ту ночь. То есть, в ту же самую ночь, наступила ночь, они ведь все легли спать и не проснулись. Мертвым сном уснули все сирийские воины. Здесь в ту ночь не сказано, но ясно, что произошло тогда же. 185 тысяч. «И встали поутру, и вот все тела мертвые». А кто же встал тогда поутру, если все тела мертвые? Ну, видимо, небольшое количество ассирийцев все-таки осталось, чтобы рассказать своим соратникам, что же произошло с их армией, рассказать самому Синахи Риму, вестнике этого великого чуда. Что конкретно произошло? Ангел Господень убил каждого ассирийца. Как это конкретно было? Может быть, эпидемия какая-то внезапная. Может быть, просто ангел ходил и убивал каждого. Нечто похожее произошло, когда ангел-губитель был послан по всему Египту умешлять первенцев египетских. А вот здесь ангел Господень, ангел-губитель, он убивает воинов ассирийских. Их убивает ассирийских солдат. Уж как одному Богу и ангелу его известно. Но произошло это чудо, навечно оставшееся в памяти израильского народа в Священном Писании 185 тысяч. Огромное полчища, огромная армия. Самая великая армия тех времен. Ассирийская армия. И отступил, и пошел, и возвратился Синнахирим, царь ассирийский, и жил в Ниневе. Он вернулся в столицу, в Междуречье, в Северное Междуречье, в Нинве, в столицу Ашура, и там он жил. И больше уже не рыпался, больше не порывался против Иерусалима. И завершается эта глава упоминанием о смерти Синнахирима. И когда он, то есть Синнахирим, поклонялся в доме Несроха Бога своего, Адрамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую, то есть в Армению. И воцарился Ассардан, сын его, вместо него. Вот такой произошел дворцовый переворот среди ближайших его родственников, среди сыновей. Вот, убили царя Синнахирима, воцарился вместо него Ассардан, двое других сыновей убежали. Вот так бесславно закончилась компания Синнахирима и Рапсака против Святого Града, против Иерусалима. Дальше, в 38-й главе, мы узнаем о новом бедствии, о еще одном бедствии, которое постигло уже самого царя Езикию. И как он от этого бедствия был избавлен через Бога и Пророка, Богом через Пророка своего, мы об этом узнаем в следующей 38-й главе книги Пророка Исаии. Запись эта делается для библейского портала Экзегет и ни для кого бы то ни было другого. Синяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя